Петр и Иоанн В Будапеште, где я живу, у нас много нищих, люди, которые стоят на углах улицы и чего-то просят. Я часто бываю в центре города и часто вижу этих людей. И я замечаю, что один и тот же нищий обычно стоит на одном и том же углу. Есть такие хорошие места для того, чтобы просить, и плохие места. Есть места, где хорошо подают, а есть, где плохо подают. Этот человек нашел хорошее местечко, потому что люди шли в храм, а он был у храма. Люди переполнялись религиозными чувствами и думали, как мне нужно сегодня пожертвовать Господу, но я должен заботиться о бедных, думали они. Бывает порой так, что я вижу, просят нищий денег, я смотрю, он здоровый человек, молодой человек, я думаю, а что я ему буду давать деньги? Он здоровый и не работает, почему я буду ему что-то жертвовать? С другой стороны, я смотрю, иногда женщина, пожилая женщина с маленькими детьми или человек без ног, я понимаю, что, наверное, они не могут найти работу. Наверное, им просто некогда работать, им нужно о детях заботиться и так далее. Я об этих людях заботюсь, я им подаю деньги. И вот перед нами человек, который не может ходить. Во втором стихе мы с вами узнаем, что он был хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма. У дверей или ворот у храма было немало. Эти ворота, эти двери назывались красными или красивыми. И он просил милостива. Люди постоянно ходили в храм. И многие, многие, многие люди его видели каждый день. Он был весьма известным человеком. Многие жители Иерусалима знали, что ходить он не может. Если бы он вдруг пошел, то эти сотни людей или тысячи людей, жители Иерусалима, смогли бы подтвердить, да, этот человек никогда не ходил, а теперь он ходит самостоятельно. Почему он стал ходить? Что случилось с ним? Если этот человек действительно был бы исцелен, то новость об этом стала бы сразу известна и послужила бы распространению Евангелия и прославлению Христа, если бы этот человек был исцелен во имя Иисуса Христа. Третий стих. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом в храм, просил у них милостива. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». Наверное, когда человек подумал, «Ага, он просит взглянуть, значит, сейчас денег даст». И, ожидая денег, он посмотрел на Петра и Иоанна. Но в шестом стихе мы читаем, «Но Петр сказал, серебра и золото нет у меня». Вчера, помните, я вам рассказывал про Фомо Аквинского, который шел с одним из руководителей католической церкви в Риме. И говорит, «Теперь у нас есть серебро и золото». Да, Фомо Аквинский говорит, «Серебро и золото в церкви-то есть, но мы теперь не можем больше исцелять, мы не можем больше говорить во имя Иисуса, встань и ходи». Петр говорит, «Нет у меня денег, серебра и золота нет у меня». Но во имя Иисуса Христа Назарея, «Встань и ходи». Деяние 3, 6. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм. Ходя и скача и хваля Бога. В английском языке, в английском христианстве, есть даже такая песня. Ходя и скача и хваля Бога. Христос в небесах. В Евангелиях мы читаем 35 чудес Иисуса Христа. Мы знаем, что чудес было гораздо больше, но записаны для нас 35. А сейчас Христос уже распят. Христос уже погребен, воскрес из мертвых и вознесся в небеса. Но апостолы продолжают совершать чудеса во имя Иисуса Христа на заре. Он ходил, раскакал и хвалил Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога. И узнали его. Да, вот это тот самый человек. Что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. Он раньше не ходил, теперь он пошел. Петр и Иоанн вели великую силу, величайшую силу. Но денег у них не было. И знаете что? Они не использовали эту силу ради обогащения. Есть немало учителей и проповедников сегодня, которые говорят вам, скажут вам, что если у вас есть вера, то будут и деньги. Теперь смотрите. Иаков говорит, что Бог сделал бедных этого мира богатыми в вере. Значит, у Иаков получается все наоборот. Как же обрести силу? Чтобы обрести силу, в частности, духовную силу, конкретно духовную силу, необходимо отказаться от всякой другой силы, от всякой другой власти, в том числе от силы или власти денег. И это нелегко. Все мы хотим быть богатыми. Денег у них не было. Финансовой силы, финансовой власти у них не было. Но они могли исцелять хромых. Они могли поднять на ноги того, кто до сих пор не ходил. Поразительно. Удивительная вещь. Там, в Иерусалиме. Вот о чем говорит 3 глава Деяния апостолов. Вторая глава – Святой Дух сходит вниз. Третья глава – хромой человек поднимается на ноги. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова